Всем привет, друзья! Это Антон Степанов и новый сезон тестирования фрирайдных велосипедов. И сегодня у меня Ганг Ниндзя 3.0. И вообще, в начале этого выпуска у меня есть несколько вопросов, некоторые из которых, разумеется, по железу, но основной звучит так. Почему я никогда не тестировал фрирайдные нормальные велосипеды в нормальных условиях? В условиях хотя бы каких-то фрирайдных трасс и съезжалок. Потому что, во-первых, это реально весело, это прикольно. Если бы я делал это почаще, я делал бы это гораздо лучше и не плюхался бы, как мешок с говном на этих детских кочках. Итак, к велосипеду. Здесь мы имеем алюминиевую раму с конической рулевой колонкой. И все трубы практически, естественно, гидроформированы, достаточно толстые. Если по ним постучать, они вообще не простукиваются. И в отличие от многих современных рам, достаточно модных, здесь все-таки есть косынка под рулевым стаканом. Это та ошибка, которую часто допускает норка, делая велосипеды с нормальной геометрией для фрирайда. Я не имею в виду стрит-адерд. И никак не заботящиеся о прочности. И потом наваривающие на своей партии велосипедов отвратительные косынки. И вообще отзывающие свои велосипеды. Здесь такой ошибки не допустили. Вообще сварен байк очень качественно. Сварка выше уровнем, чем на кросс-контрейных алюминиевых рамах автор или аганг. Далее. Здесь крепление заднего колеса на верхнем пере, не на нижнем. Примерно как у спешалайзера. Это, конечно, не ФСР-подвеска. Но это называется FSX. Аганг назвал это FSX. Типа собственная разработка. Во всем остальном описывать вам работу подвески я не буду. Потому что я в этом не супер профессионал. Это не моя сильная сторона. Вы это все прекрасно знаете. Я вам могу лишь передать все через призму своих ощущений. Через ощущения своей пятой точки. Я взял велосипед из магазина. Из магазина Юспортс. И вообще ничего с ним не делал. Я его не настраивал почти. Я подкачал колеса. Сделал приемлемый отскок под себя. Не очень быстрый, не очень медленный. И немножко поэкспериментировал с компрессией вилки. Я все, больше ничего не делал. Я даже вилку не накачиваю. Потому что мне стоковая настройка понравилась по воздуху. И вы знаете, я не особенно испытал много проблем. И вообще не испытал проблем именно по работе вилки или заднего амортизатора. Амортизатор здесь RockShox Monarch+. Не обращайте внимания на говорки. Достаточно холодно. Я катался. Было много спусков. А потом подъемов. Я вспотел. А потом мы сели высушивать аппарат в машину. И в итоге я успел остыть. И сейчас тут идет мелкий дождик. Это все не очень прикольно. Ну, не важно. Далее. Вилка здесь RockShox Lyric. Это не такая мощная вилка, как Totem. Но она справляется с нашими питерскими фрирайдными условиями. Конечно, тот дроп, который я сегодня прыгал, он достаточно простой, учебный. На нем трудно ощутить вообще предел работы вилки или заднего амортизатора. Но скажу вам честно, я ничего не почувствовал. Это было очень легко. Было страшно в первый раз. Но оказалось легко. Более серьезный дроп я не прыгал. Но просто я чувствую, что я еще не готов. Мне очень ссыкотно. Рисковать, честно говоря, не хочется пока что. Может быть, если я почаще буду выбираться с фрирайдными великами, с Варанду, может быть, я чему-то уже и научусь более интересному. Более смелому. Давайте перейдем к вопросам по железу. А то я немножко отвлекся от своего вступления. Суть в том, что я переживаю за руль. Потому что это обычный аганговский руль. И катая съезжалки и фрирайд наш местный страшно. Скорость большая. Если с рулем что-то случится, падать будет очень больно. И меня смущают педали. Это пластик на промах HT, но с металлическими шипами. Дело в том, что пластиковые педали хороши в BMX. Но там, где можно врезаться в дерево, где есть камни, где эти камни могут попасть в педали, использовать пластик точно не стоит. Нужны алюминиевые педали. Просто с лимовой формы. Держат они, кстати, ногу отлично. Шипы очень злые, металлические здесь. В остальном вопросов к навеске больше нет. Здесь отличные тормоза вид код R. Это, наверное, первые тормоза вид за долгое время тестов, которые мне реально понравились. Здесь двухпоршневые. Четырехпоршневые, получается, с двух сторон. Да, четырехпоршневые тормоза. И прекрасная модуляция. Очень уверенно становится велосипед. В прошлом году я влюбился в тормоза формулы, но в этом году я чувствовал, а вид начинает меня немножко переманивать на свою сторону. Но только кодом. Эликсиры и джуси не в счет. Трансмиссия здесь с рам полностью. То есть монетки X9, передний перекр в X9. Да, здесь две скорости спереди. И при этом стоит у спок E13. Сзади 9 скоростей тоже. Ой, нет, сзади 10 скоростей. Трансмиссия 2х10. По самой-самой-самой моде. Я не знаю, зачем здесь 10 скоростей. В принципе, в горку ехать на велосипеде можно. Но если бы здесь стояла бы просто одна звезда спереди и 9 сзади, этого было бы вполне достаточно. А так, из-за этого здесь стоит дорогая цепь. Узкая, тонкая. Здесь две звезды спереди. Конечно, о лишнем весе во фрирайдном велосипеде говорить не стоит. Но зачем усложнять вообще? Зачем усложнять жизнь? Просто чтобы наварить еще больше бабла на нас. Вот эта позиция велосипедных производителей меня раздражает. Так, шатуны здесь срам GXP. Или как-то они так называются. В общем, это двух элемент, но без торцевых болтов на втором шатуне. Каретка с выносными подшипниками на промах, разумеется. Срам не страдает такой любовью по шарам, как с Шимана. Что тут еще у нас есть? Обода. Это акганговские какие-то обода. Ну, которые со своей задачей по-любому справляются. Просто мощные двойные обода. Покрышки GX GOMA. Я, честно говоря, всю дорогу думал, что я катаюсь на Максите. Но посмотрел GX GOMA. Нормальные покрышки. Я катался сегодня по корням, по траве, по кочкам, по грунту. Дробчик вот в этот вот. Тут песок на приземлении. И, в общем, справляются. Они замечательные, эти покрышки. Велосипед. Не супер для адского фрирайда. Хрят написано Freerider Downhill. Тут как бы 180 на 180 получается амортизаторы. 170, да. 170, 180. Ну да, где-то 180 ход вилки. Аморта, аморта не вижу. Сколько ход аморта. Но подозреваю, что близко к этому. Десятиметровый пролет и пулять не придется. Но кто у нас их пуляет? Особенно на комплитах. Извините меня. Так, что-то еще из интересного. Интересная, во-первых, задняя втулка. Это кулайт. Шесть собак. Очень маленький холостой ход. На промах, естественно. Передняя 20 миллиметров на промах. На них стоят логотипы Аганг. Но я точно помню, что такие втулки были и у ДМР. Хорошие втулки, не тяжелые и качественные очень. Далее седло с регулировкой подсидело. То есть пневматическая такая-то хренатень. Чтобы можно было ехать в горку легко. И когда надо будет уже спускаться, вы зажимаете и попой продавливаете. И все, вообще никаких проблем. Удобная вещь. Грипсы на лаконах. Я сегодня был без перчаток. Пожалел уже об этом. Холодно мне стало. Вот, собственно, по-навесски я все прошелся. Тут больше ничего не о чем говорить. Мне понравился велосипед. Ну вот, кроме педалей и руля, у меня ничего сомнений не вызывало. И единственный курьез, который сегодня был. Ну, кроме моих приземлений недолетов. Это то, что я первый спуск съехал с незатянутым выносом. Я не знаю, как так повезло, что я пролетел. Съехал, оттормозился. Еще раз это сделал. Еще раз это сделал. Потом проехал Саша. И он это заметил. Представляете, что бы было, если бы меня свернуло бы. Ну, даже вот на учебном дропе я бы упал, колесо бы повернулось. И все, трындец мне. Вот это, собственно, все, что я хотел рассказать об этом велосипеде. Абаганг Ниндзя 3.0 2014 года. Адекватный велосипед. И мало чего нужно менять после покупки. Цена, в общем, тоже адекватная. Ну, тому оборудованию, которое на нем стоит. Углубляться в дебри работы подвесок я не буду, потому что ничего там не понимаю. Могу лишь сказать по ощущениям. По ощущениям все замечательно. Мое катание фрирайдное. Немножечко прогрессирует. Поэтому в этом году, я надеюсь, дизлайков у видео будет немного поменьше. Всем счастливо. С вами был Антон Степан. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok